Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара по Чернигову. Местные помогают, подметают улицы от стекол. Я шла в кафе выпить кофе и свернула примерно в двухстах метрах отсюда. Раздался громкий свист, а затем взрыв. Были крики, много убитых и раненых. Машины скорой помощи. Это ужас. Я сейчас помогаю убираться. Это настоящая трагедия. Людмила рассказывает, а делала с легким испугом, а вот Викторию зацепила осколками. Была воздушная тревога, а на момент взрыва я уже зашла в кафе буквально на пять минут. Когда я вышла после взрыва, это был ужас. Там лежали люди. Я не знаю, были они мертвы или живы. Под машиной находилась женщина. Люди в кафе все испугались. Девушка одна из пострадавших от удара России по центру города. У меня в спине был осколок, а тут небольшой осколок. А там сказали, слава богу, что в хребет попало, а не куда-то в другое место. Россия, как террористическая страна, систематически уничтожает культурное наследие Украины. Центр Чернигова, города с тысячелетней историей, является претендентом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но здание не главное. Россияне лишили жизней несколько человек. Власти Чернигова сообщили, что среди погибших оказалась шестилетняя девочка. Еще больше сотни ранены. Я была в магазине возле самой площади, возле этой остановки. И просто зашла в этот магазин. Ну и так подошла к окну, и это окно полностью упало на меня. Ну и потом упала, я не поняла сначала. В шоке, потом я очнулась, я выбила этой волной. Вышла, автобус разбитый. Это то, что я могла заметить. Люди валялись кругом, стекло и крик, страх. В ООН данную атаку России осудили. Но в Кремле давно плевали на мнение международного сообщества.